Эта служба действительно трудная и опасная. Будни следователей, криминалистов и экспертов сложно назвать однообразными. Выезд на место преступления, сбор доказательств, анализ материала уголовных дел – это далеко не все. Следователь-криминалист Дмитрий Крюченко знает об этом не понаслышке. В профессии он более 25 лет. Вначале работал следователем милиции, потом прокуратуры, после чего стал следователем следственного комитета. Теперь Дмитрий следователь-криминалист. На его счету множество раскрытых дел, медали за отличие и безупречную службу. Но для него главное – найти преступника. Каждое дело – это открытый вопрос. В этом и проявляется творчество. То есть взять какую-то жизненную ситуацию, совершение преступления и попытаться понять на основе собранных улик, на основе собранных доказательств, попытаться понять, как все произошло, понять обстоятельства, ну и, соответственно, установить лесу виновную. На вооружении Дмитрия и его коллег – современная техника, но главное – острый ум и нестандартное мышление. В этом деле нельзя отказываться даже от самых невероятных предположений. Помочь может все – мобильный телефон, оставленная посуда или неприметный, на первый взгляд, чек из магазина. Работа криминалиста – это совмещение в себе работы следователя и работы специалиста в области криминалистики. То есть мы и проводим сами следственные действия, им вправе расследовать уголовные дела, но помимо этого мы обладаем определенными техническими навыками, специальными методиками расследования. То есть это, в общем-то, другой взгляд на профессию следователя. Дмитрий признается, с детства мечтал стать офицером и служить своей стране. Его мечта исполнилась. В свой профессиональный праздник он получил очередную благодарность. Теперь он передает опыт молодому поколению. Следственные органы были и остаются надежными опорами государственной власти в деле борьбы с преступностью. Создание Следственного комитета Российской Федерации, как полностью самостоятельного независимого органа расследования, стало важной гарантией эффективной работы борьбы с преступностью. И коррупции позволят следователям оставаться объективными и беспристрастными. Расследуют дела даже в отношении высокопоставленных чиновников. И востребуют при этом высокие профессиональные и гражданские качества. По словам Дмитрия Маликова, уже в этом году расследовано более 380 преступлений. Неоднократно отмечалось, что Следственный комитет Рязанской области входит в четверку лучших в Центральном федеральном округе. Это настоящий образ жизни – ловить преступников. Продолжение следует...